Открытый урок проходит в школьном музее. Это место, где можно не просто увидеть, но и прикоснуться к предметам истории, в том числе и военной. В такой обстановке ученикам гораздо интереснее воспринимать новую информацию. Увлечены все, от ребят постарше до пятиклашек, которые еще не проходили учебную программу по Великой Отечественной войне, но самостоятельно интересуются отдельными подробностями. К примеру, Семен в свои 10 лет успел прочитать «Молодую гвардию» и был готов с упоением пересказать военный роман. Вот папа, он мне посоветовал это посмотреть. Он сказал, что он в детстве еще посмотрел фильм и посоветовал. Я набрал в интернете, потому что сейчас фильм вот таких уже не увидишь по телевизору, чтобы посмотреть этот фильм. Я его посмотрела там, было все по-другому, мне очень понравилось. Другим ученикам интересно не меньше. Сегодня они узнали много нового. Какими бывают ордена и награды, сколько у них степеней, что изображено на каждой конкретной медали и что эти изображения. Но самое главное, кому их вручали и за какие заслуги. Каждый год перед Днем Великой Победы школьники встречаются с ветеранами. И теперь, благодаря новым знаниям, эти встречи станут еще интереснее. Я узнал очень много нового об этих орденах. Получается, я уже могу знать, то есть могу подойти к ветерану, посмотреть, вот у него такой-то орден есть. За какие заслуги он их получил. Редактор телеканала «Мой город» Аркадий Кемеев, историк по образованию, обращает внимание школьников на доску славы гвардейской мотострелковой дивизии. Ей посвящена большая часть музейной экспозиции. И это яркий пример того, как можно проследить краткую историю боевого подразделения по четырем значкам. Орден Кутузова означает, что она активно участвовала в обороне. Другой орден, названный именем великого полководца Александра Суворова, повествует о действиях в наступлении. А две другие награды Орден Ленина и Красного Знамени сами за себя говорят о том, что дивизия отмечена заслуженно. В годы войны она нанесла серьезный удар сопернику. Не зная ни одного человека из этой дивизии, не открывая Википедию или что-то еще, мы можем уже какое-то представление составить о том, что это было за боевое подразделение, где оно воевало. Так мы не будем тратить время свое, ветерана, на то, чтобы задавать ему лишний вопрос. Мы просто начнем спрашивать о конкретных сражениях, о конкретных наградах, и ему будет видно, что мы проявляем интерес. А значит, этот человек будет говорить с нами совершенно иначе. Отдельного урока, посвященного наградам, нет в школьной программе. Но благодаря акции телеканала «Мой город» ученики 103-й школы знают наверняка. Это не просто красивые значки, сияющие на груди ветеранов, а почетные медали, заработанные боевыми заслугами. Свою благодарность школьники выразят в поделках 9 мая. Но награды, сделанные собственными руками, они подарят героям уже с новыми эмоциями. Елизавета Черняк, Константин Алехин. Новости моего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова